Мы не разбрасываемся деньгами, но при этом продолжаем расти, потому что мы классно сделали приложение. Отечественная фарма растет, больше продаются, хотя не всегда она прям существенно дешевле, чем западные известные бренды. Думали ли вы над историей подписка и какие у нее есть плюсы и минусы в фарме? Пора бы купить новую упаковочку, потому что, скорее всего, закончилась предыдущая, а вы курс не доприняли. На этом можно неплохо зарабатывать, в принципе, у нас получается. Мы здесь все-таки на стороне юзера, чтобы у него была действительно возможность выбрать и найти конкретную аптеку, где упаковка стоит максимально выгодной. Имидж, знание, доверие, вот какими-то такими показателями измеряется, потому что продажи блогеры для фармы вряд ли могут дать. Всем привет! Это подкаст «Сделано» и я его ведущий Мякин Андрей. Подписывайтесь на нас на YouTube, смотрите нас на других доступных площадках, ставьте лайки, задавайте вопросы, оставляйте ваши комментарии. Мы обязательно на них ответим. И, учитывая ваши пожелания, будем делать следующие выпуски более насыщенные, интересные, живые, содержащие в себе инсайты и новую информацию. А сегодня мы поговорим о рынке фармы, о digital фарме, такой интересный рынок, пожалуй, единственный из рынков e-com, который не в полном объеме набрал свои обороты в связи с рядом аспектов регулирования, особенности рецептурных препаратов и так далее. Сегодня подробно разберем эту тему вместе с Ильдаром Галеевым, коммерческим директором компании Uteca. Ильдар, привет! Да, коллеги, всем привет! Да, давай расскажи, пожалуйста, про свой опыт в e-com, в фарме. С фармой работаю довольно давно, вот я недавно для конференции какой-то готовил справочку о себе, понял, что уже 13-й год работаю в основном с фармой. То есть это были различные и рекламные технологии, и в какой-то период даже сеть для врачей, то есть я немножко и с той стороны поработал. Это и большие издательские дома, но так или иначе всегда вел вертикаль фармы и как-то вот привык к ней, хотя сам не имею никакого не фармацевтического образования. Ну вот эта история близка, в принципе, тут, наверное, про себя могу сказать, что работая с специфическим довольно сегментом, вот, тут очень важно понимать проблемы, всю боль маркетолога или бренд-менеджера, или отдела коммерции, да, когда они должны продвигать препараты, они должны доносить их пользу, их ценность для потребителя. Ну и понятно, тут для большинства стоит задача продавать как можно больше и эффективнее. Коммерческий директор маркетплейса, агрегатора, что за форму из себя представляет на текущий момент Uteca? Uteca — это аптечный маркетплейс. Мы, наверное, первые, кто вышел именно с этой моделью. По факту, ну вот, на рынке существует сервис с 2017 года, и, ну, в целом могу такую историческую справочку подвести, как все это получилось, как был создан этот маркетплейс. То есть, в принципе, там, в 2016 году, все мы знаем, что уже существовала масса сервисов, которые помогают заказать такси, доставка еды, покупка авиабилетов, и, в принципе, ну вот, вся эта история так или иначе агрегировалась, а лекарства на тот момент все равно приобретались большей частью офлайн. То есть, существовало два больших E-ком сервиса, аптека Ruiz Draft City, там, и аптека тоже активно развивалась в этом направлении, но, тем не менее, там, порядка 95% аптечной розницы была вот оффлайновая. То есть, у нас огромное количество каменных аптек, и население очень привыкло просто приходить, спрашивать у провизора, да, то есть, у нас в России население, ну, первый путь – это поискать в Яндексе или в Гугле, да, я болею тем-то, чем помочь. Второе – это пойти к первостольнику в аптеку и сказать, что у меня там болит горло, или что-то еще серьезнее, сложнее, и вот получить консультацию и препарат. На тот момент существовало так называемые электронные справочные, в каждом регионе своя, и, в принципе, как они работали. То есть, там, аптечные сети выгружали список препаратов, которые есть сейчас в той или иной аптеке. Цены зачастую не соответствовали действительности, и чтобы, там, ну, купить прямо здесь и сейчас упаковку, там, каких-то нужных очень таблеток, приходилось с помощью этого сервиса находить и звонить в конкретную аптеку, спрашивать наличие. Ну, вот, специфика, как бы, была такая, что не всегда оно было в наличии. Скорее всего, оно отличалось по цене заявленной, и, ну, вот, 2017 год уже, там, диджитал вовсю несется, а аптечный рынок до сих пор работает по такой странной схеме. И появилась идея у основателей Ютеки, у Кирилла и Филиппа, создать вот такой классный агрегатор, когда ты можешь забронировать препарат по конкретной цене, получить смс-ку подтверждающую и прийти его забрать в конкретной аптеке, соблюдая все условия. Вот, в принципе, эта идея сработала, все получилось, сейчас, ну, как мы знаем, аптечный e-com активно растет, и мы в том числе растем вместе. На сегодня у нас более 200 аптечных сетей и 47 тысяч аптечных пунктов по всей стране. Ну, то есть, можно говорить о том, что Ютек – это маркетплейс, соответственно, маркетплейс, который сразу начал свое развитие в нише. Да, то есть, есть сейчас большой диалог на тему развития, там, как будет складываться будущее маркетплейса в России в целом, да, по какому пути пойдем. Ильдар, не могу тебе этот вопрос не задать, да, в целом, как ты думаешь, какая траектория и стратегия развития рынка маркетплейса в России? То есть, это, ну, там, какой-нибудь нас ждет Росгосмаркет, который будет там один и все, это продолжится текущая история, в которой мультикатегорийные маркетплейсы, ну, там, радикально доминируют? Или все-таки мы потихоньку будем переходить к нишевым маркетплейсам? Да, действительно, ощущение, что e-com растет, какие-то сегменты, в принципе, они растут медленнее, какие-то намного быстрее, ну, и аптечный сегмент, он один из самых быстро растущих, он очень долго тормозил, ну, как в целом, все, что связано с фармой, да, они чуть медленнее, но потом, как бы, приходят так, что не разгонишь при всем при этом. Ну, аптечная розница, по-моему, там, на втором или на третьем месте среди всех больших категорий, да, которые у нас продаются в стране. Расти там есть куда, и место есть для всех, да, то есть, мы сейчас видим, как и Wildberries и Ozon смотрят в направление сегмента здоровья, понятно, что у них там больше продается не лекарственных средств, но, тем не менее, все эту категорию расширяют, делают массу усилий, чтобы сделать продажу и покупку лекарств через них удобнее, вот. Ну, в целом, если говорить про Ecom и Marketplace в целом, ну, тоже, наверное, есть ощущение, что аудитории это нужно, да, то есть, опять же, мы смотрим, время, которое проводит на сайте средний пользователь Ozon и Wildberries, оно сейчас превышает время, проведенное в том же там ВК и в других соцсетях, и поиск на Marketplace, он тоже там сопоставим с большими поисковиками, вот. В принципе, это говорит о том, что, ну, да, действительно, история развивается, как она сработает и как это будет госрегулирование, ну, посмотрим. У меня ответа нет. Не, ну, ответов, наверное, в текущих наших структурных изменениях, которые очень быстро происходят в последние 4 года, нет ни у кого, это нормальная история. Такой вопрос, вот, ну, то есть, трафик у там двух лидеров Marketplace в колоссальный, retention, ну, там, по разным оценкам, чуть ли не средняя покупка раз в 4 дня, да, ну, то есть, тоже, как бы, крайне высокий. Как к нишевому Marketplace, да, там, успешному? У меня было несколько гостей из фармы, один из них очень лестно назывался о вашем приложении и, в целом, о функциональности работы площадки. Как защититься от большого Marketplace? Какие УТП, какие сервисы, может быть, какие-то бизнес-процессы должны быть, и они явно отличают и создают вот эту, там, зону безопасности для нишевого Marketplace? Ну, естественно, на примере вашего фарма. Ну, да, тут есть специфика и, в принципе, наверное, она в основном в нашем подходе заключается. То есть, мы пошли немножко от обратного, мы не начали на старте привлекать огромное количество аудитории, мы работали над предложением, чтобы сделать максимально выгодное и интересное предложение для конкретного пользователя. Вот, сделали ставку на то, чтобы подключить максимальное количество аптечных сетей, дистрибуторов, интернет-аптек, сервисов, ну, чтобы действительно вот в формате Marketplace у пользователя был выбор, и, ну, этот подход сработал, то есть, мы последние три года растем быстрее, чем все конкуренты и быстрее, чем рынок, то есть, у нас даже за прошлый год более чем двукратный рост, и в этом году мы тоже растем очень активно, это, в принципе, заметно по всем рейтингам. Также мы, конечно же, очень тщательно работаем над CGM, да, пользователя, делаем максимально юзабельное приложение, вот, чтобы нашему пользователю было очень удобно им пользоваться, у нас тоже такая специфика внутренняя, retention 82%, что в целом, ну, для аптечной розницы высокий показатель. У нас, ну, наверное, я не знаю, там у коллег может быть похожая история, но у нас там чуть больше 30% мужской аудитории, что тоже для аптечного сегмента и там категории здоровья не совсем стандартно, обычно там, ну, подавляющее число женщин, потому что женщины чаще всего отвечают за пополнение аптечки, и как бы это больше их история, вот. Мужская аудитория тоже говорит о том, что, ну, да, классный сервис, наконец-то там технологичная история, когда, вот, я открываю на карте, вижу там в своем ЖК 12 аптек, например, и по наличию могу сравнить, там, вот, здесь это стоит столько, здесь столько, здесь есть сегодня, там соберут, завтра привезут, и вот ты выбираешь, да, как тебе, насколько скоро тебе нужно там полечиться, прямо сейчас пойти забрать заказ чуть-чуть подороже, или ты готов там подождать и со склада чуть выгоднее забрать заказ, вот. Ну, вторая история, конечно же, это экономия, потому что у нас есть очень важный пункт для подключения партнеров, что стоимость должна быть не выше, чем на прилавке или на их интернет-сайте, поэтому человек, который пришел с рецептом от врача, у него там 5-10 SKU, да, разных, там могут быть рецептурные и безрецептурные, БАДы, он наполняет корзину через UTEC, да, приложение или сайт, и сравнивает, где это есть в наличии, и сколько это стоит, и вот я, опять же, на своем собственном опыте, там, буквально в мае убедился, что выгода может быть порядка двух с половиной тысяч из десяти тысячного заказа, это, как бы, ну, в текущих экономических реалиях крайне ощутимо, и, конечно же, если ты один раз сэкономил, там, больше двух тысяч, ты понимаешь, что я сюда вернусь и буду продолжать пользоваться именно этим сервисом. Ну, то есть, а если вот чуть-чуть детальнее проговорить про приложение CGM, может быть, про, там, фичи внутри него, то есть, вот есть что-то, что у вас must-have, а, допустим, не будем конкретные приложения называть аптечных сетей, на мой взгляд, нет ни одного приложения аптечной сети, который юзер-френдли, и вот, который, ну, просто, понятно, и поиск, и навигация, и там, составление картин, корзины и так далее. Вот, на твой взгляд, понятно, что можно взять за прототип, допустим, приложение Ozone, вот, ну, или, не знаю, или какой-нибудь, все любят, там, Яндекс.Такси, да, там, приводить в пример, как, и там, типа, эталонные CGM, да, в решении. Вот, на твой взгляд, да, какие обязательно компоненты должны быть внутри приложеньки, чтобы оно было, там, понятное, нативное для, там, текущего уровня, там, цифровизации населения? Ну, самое важное, конечно, это поиск, то есть, у нас действительно очень развитый поиск, и в названии лекарства, ну, есть специфика, там, есть масса тех же БАДов, например, с иностранным неймингом, и, там, ошибаются чаще всего в них, там, есть, например, название бренда, и еще 5-6 слов, там, из составляющих, что входит в этот витаминный комплекс, например, и это крайне сложно забивать, вот, но, как мы и тестировали, наш поиск отлично с этим справляется, он обучаемый, мы постоянно, как раз, там, проводим АБ-тесты с различным, там, названием с ошибками и так далее, потому что, ну, вот, для фармпрепаратов есть такая специфика, что больше всего аудитории идет именно через поиск внутри сервиса, вот, опять же, это не каталог, это не какие-то специфические разделы, там, подавляющее число аудитории, просто вбивает название препаратов, как они услышали, как они запомнили, как они прочитали с рецепта врача, и очень важно... Я думаю, практически все, да, я тоже так делаю, поэтому провизор в аптеке может 3 раза переспросить, а на голубом глазу ему диктуешь. Да, 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 вот, очень важно, чтобы поиск с этим справлялся, и как раз мы, ну, наверное, максимальные усилия делаем на это, и тоже, опять же, отзыв от коллег из фармы, ну, да, действительно, мой препарат, как ни вбивай, все равно у вас находится, а другие сервисы ошибаются, вот, наверное, это, ну, основное отличие, а все остальное, ну, просто АБ-тесты, юзер-френдли, есть еще над чем работать, у нас есть там целый список пунктов улучшений, как стать еще удобнее, как стать еще круче, удобнее, вот, у нас, ну, есть подход тоже не, например, не перебарщивать с какими-то рекламными форматами, хотя реклама на ютеке продается очень хорошо, и у нас обычно полный солд-аут, там, к началу сезона, вот, но мы очень аккуратно подходим к форматам промо, да, потому что, ну, аудитории это все не, скажем так, не очень нравится, и пока мы не готовы там какие-то суперагрессивные, например, решения предлагать в рамках приложения и сайта, да, то есть там какие-то всплывающие форматы, там, те же форматы со сториз, конечно, они классно работают, наверное, в какой-то момент мы их добавим, вот, но пока, пока вот очень-очень аккуратно относимся к нашей аудитории, чтобы они ни в коем случае не отключались и не останавливались на моменте выбора препарата. А когда в фарме сезон? На самом деле, ну, нет, наверное, такой прям выраженной сезонной специфики по всему рынку, понятно, что там с сентября по декабрь, ну, просто огромный вал запросов, связанных с простудными, да, какими-то историями, ну, еще есть такая история, вот, если мы говорим про рекламу, да, ну, бюджеты надо, грубо говоря, реализовывать вот до конца года, и все большие бренды с этим сталкиваются, что основной там поток рекламы продается и покупается тоже в этот же период. Вот, по заказам, по продажам через нас, ну, есть, конечно, там некий летний спад, но там тоже идет перераспределение, и летом, весной больше там ЖКТ-сегмент продается. А зимой и там в начале весны, конечно же, это больше там респираторный сегмент, вот, поэтому хроники продаются круглый год, вот, и рецептурка через нас тоже покупается довольно во внушительных объемах, поэтому, конечно, такой прям жесткой сезонности мы не ощущаем. Скажи, пожалуйста, если вот там посмотреть на каталог и поиск, ты сказал, что может быть достаточно высокая разница, да, там 25% там на корзине в 10 тысяч рублей, какие алгоритмы, ну, то есть, если что там у вас какой-то алгоритм позиционирования внутри какой-то одной товарной позиции, да, там, есть ли у вас там маркетинговые инструменты на площадке внутреннего маркетинга, который, соответственно, контрагент, заходя, может использовать? Ценовое промо у нас, ну, практически полностью отсутствует, у нас есть там возможности продвижения конкретных аптечных сетей в рамках карты или там каталога, вот, но, опять же, мы здесь все-таки на стороне юзера, чтобы он, чтобы у него была действительно возможность выбрать и найти там конкретную аптеку, где упаковка стоит максимально выгодно, вот, у нас зачастую бывает такое, да, там, на какие-то косметические средства, на безрецептурку бывает, что одна конкретная аптека в регионе или там несколько аптек выставляют цену там на несколько порядков ниже и пользователь готов ехать там на другой конец города, чтобы сэкономить 200 рублей, 150 рублей, а может быть и несколько тысяч рублей. Вот, это чаще всего происходит с, ну, препаратами со стекающим сроком годности, вот, таким образом аптека избавляется от стока, ну, притягивает себе максимальное количество трафика, там, в ковид мы наблюдали ценовую, там, войну, условно, среди аптечных сетей, когда определенные препараты, ну, противовирусные, скажем так, разрекламированные, они отсутствовали практически во всех аптеках, только появлялись, там, мы видели, как сеть, сети между собой, там, конкурируя в день, меняют цену, там, на 10, на 20 рублей, чтобы тоже притянуть к себе максимальное количество аудитории, ну, и, в принципе, возможно, там, в оффлайне что-то им допродать, потому что мы только за, вот, такой подход имеет место быть, если у тебя сеть, там, с каким-то классным сервисом, с хорошим залом, красивым, с ассортиментом, и пользователь приходит через ютеку, становится приверженцем твоей конкретной аптеки, ну, мы только за, и здесь, как бы, симбиоз представителей сети и нас, он тоже отлично работает. Ну, вот, сейчас задам еще один вопрос, потом как раз про потенциальную конкуренцию или, наоборот, какую-то экологичную, да, историю, там, взаимодействия, да, потому что, ну, в представлении всех marketplace – это, там, дорогой, ну, или средне-дорогой трафик, да, понятно, что все заинтересованы в последующем LTV, да, и всевозможностью забора клиентов к себе, но перед тем, как сюда, да, немножко, чтобы закончить с каталогом, есть ли какие-то, там, инструменты, которые для стандартного рынка уже, там, регулярные, не знаю, там, рич-контент, дополнение карточки, какие-нибудь короткие видеопрома, или нет, или все-таки фарма такой пока консервативной ниши, где я ввел название препарата, они там, неважно, вывалились такие маленькие иконки 640 на 320, я просто смотря на цену, делаю выбор. Ну, на самом деле, все не так плохо, вот, с рич-контентом мы работаем довольно давно, в прошлом месяце у нас появились видеокарточки, то есть, прям, как на зоне, с красивыми, классными видосиками, то есть, там, можешь интегрировать, ну, какой-то просто, там, 360 упаковочка крутится, или прям видеоролик при открытии карточки, это все будет автоматически запускаться, конечно, это, ну, сильно больше привлекает внимание аудитории, и, как любой рекламный формат, он работает, здесь можно говорить, как и о брендформанс-показателях, так и о чистом перфоме, то есть, у нас есть, там, ряд форматов и возможностей для продвижения, и это все работает, ну, прям, очень эффективно. У нас есть форматы с дополнительным брендингом, то есть, мы можем заменить полностью лендинг, сделать похожий на сайт бренда-производителя, да, то есть, есть фарм-производители, которые сейчас ведут весь трафик к нам на карточке, ну, потому что, наконец-то, они поняли, что, по сути, если ты не продаешь со своего сайта, зачем тратить деньги, просто рассказывая о своем продукте, ты можешь всю информацию разместить внутри карточки, сделать красивый лендинг, сделать, там, вплоть до спецпроекта, у нас тоже такой уже опыт имеется, когда мы делаем нативно с массой контента, со статьями вшитыми, с отзывами пользователей, кому-то комплайнс разрешает даже отзывы врачей добавить в информацию и на карточку, вот, все в одном окне, и пользователь перешел как внутри сервиса, так и с внешнего трафика, изучил всю информацию и дальше уже принял решение о покупке, он все может сделать внутри одной страницы и то количество предложений, да, сейчас на рынке, наверное, никто не сможет дать, вот, во всех регионах практически все крупные аптечные сети, что где есть в наличии, сколько стоит, ну, по сути, это полное, как бы, прохождение пользователя по воронке, да, то есть, он заинтересовался какой-то внешней рекламой, у него есть запрос, например, на поиски или там по тем или иным показателям, мы понимаем, что он подходит под аудиторию, мы привели его на карточку товара, максимально там подробно показали, рассказали видосик, прокрутили о продукте, отзывы, ну, причем как реальные, так если это, может быть, спецпроект, какие-то особенные, выделенные пользователи почитал, инструкция, там какие-то все, вся документация сопроводительная имеется, добавил в корзину, либо просто не добавлял, а открыл на карте, посмотрел, вот где в ближайших аптеках есть этот классный продукт, сколько он стоит, либо там можешь там в соседнюю аптеку возле другой станции метро доехать и сэкономить, пожалуйста, вот все, как бы весь путь, он у тебя в рамках единого окна. Если, ну, то есть получается, что ключевое, что не дает вступить вам в конкуренцию с аптечными сетями, это как раз история получения фактически в их аптечном пункте данного лекарства, да, но при этом понятно, что по ассортиментной матрице, особенно там по основным препаратам у всех аптечных сетей там накладка практически 50%, ну, потому что это и товары первой необходимости, ну, там и так далее, да, там основные препараты вот здесь. Насколько интересно, если у меня аптека, которая условно позиционирует себя там в формате премиум, да, или какой-нибудь там премиум плюс, зачем мне заходить на площадку, когда рядом представлены экономы, у которых одинаковые 50% матрицы со мной, и как бы, ну, условно все будут скорить меня и видеть, что я дороже по одному и тому же препарату. Ну, как я сказал, во-первых, у нас, ну, своя ценовая матрица, да, то есть аптечные сети премиум, они нам показывают немножко другие цены, и понятно, что бронируя через UTEC, цена будет очень сильно отличаться от стоимости на прилавке, вот. Второй момент, ну, вот таким способом они действительно привлекают новый трафик, и сейчас там премиум сегмент аптек, у них стратегии, они открываются там в дорогих ЖК, например, ну, вот, и чаще всего там нет другой конкуренции, и, ну, кому-то абсолютно все равно, да, на цену, лишь бы было в наличии, он приходит, он смотрит, что действительно аптека выглядит хорошо, ему предложили какой-то дополнительный сервис, ему предложили какие-то эксклюзивные товары, которые есть только в этой аптеке, ну, чаще всего это либо БАДы, либо какие-то косметические средства, вот, мы ему предложили карточку, или там просто по номеру телефона записали, вот, дальше они могут спокойно работать с этим конкретным юзером, уже не юзером, а уже реальным человеком, то есть с помощью там смс или какого-то дополнительного анонсирования, ну, пожалуйста, то есть мы действительно генерируем трафик, и если, опять же, по отзывам от сети они открываются в новом ЖК до подключения UTEC, у них там 10-20 человек в день, как только они подключаются, трафик увеличивается до 100. Это касаемо Москвы? Ну да, Москва, Московская область, вот, в регионах, конечно, там немножко другая специфика, у них есть, ну, одна, две, три очень больших сеток, да, которые сейчас прям в лидеры выбиваются, вот, и там, ну, уже просто мы как дополнительный такой, скажем так, инструмент, вот, просто аналитика по местным региональным, по большим федеральным сетям, что есть в наличии, что вот чуть дешевле, что чуть дороже, а тут я напомнил корзину, тут этого нет, а вот тут это есть, либо там мне вообще привезет, например, там, Пульс или Здравсити, которые к нам подключены через сутки-двое, я готов подождать, ну, сэкономлю, и либо там все у меня будет, либо я куплю здесь вот один препарат, там другой, ну, вот, реально могут быть разные абсолютно модели, но вот наша карта и наш каталог все это позволяет отследить, и люди, как бы ни казалось странно, они, ну, заморочены, они готовы там какие-то нестандартные пути решения искать, и вот даже до офиса периодически, там, раз в неделю кто-то приходит, просто не могу найти этот препарат, почему у вас пишут, что он есть, а я не понимаю, как его искать, вот, ну, приходится показывать, объяснять нашим коллегам, как работать с картой, где он конкретно есть. Ну, по сути, готовый классифайт, ценовой агрегатор, не было ли мысли о том, что, допустим, подключить свою доставку, вот, собирать там безрецептурку, и понятно, что гораздо чаще, как это ни парадоксально, цена ниже в Москве, если там пользователь из Барнаула хочет собрать какую-то корзину, да, доставлять ему туда. Да, это следующий наш шаг, то есть там в конце года, может быть, в начале следующего у нас появится собственная доставка, фбс-модель для нефармы, вот, тоже полностью там с кабинетом, компании, да, продавца, вот, ну, это понятно, что это больше всего для нефарм-сегмента будут развиваться те же БАДы, та же косметика, косметевтика, товаромедицинского назначения, потому что, ну, у нас есть действительно уже ощутимая очень аудитория, там, ядро, те, кто пользуется только, только Ютекой, и можно уже с этой аудиторией активно работать. По поводу необходимости, зачем, имея, условно говоря, понятную, такой понятный классифай, да, там, с хорошим CGM, зачем аптеке делать свое приложение? Ну, то есть, получается, в этом тоже отпадает какой-то смысл? Ну, каждый развивает свой E-com, то есть, есть по-прежнему там несколько сетей, которые вообще не подключаются ни к одному классифайту и агрегатору, и там, их нельзя доставить от больших дистрибуторов, у них свой путь, своя модель, и они, ну, тоже такие ощутимые, большие уже E-com игроки, по крайней мере, в тех регионах, где представлены. Все остальное, ну, ты работаешь со своей аудиторией, и понятно, что если мы говорим про регионы, ну, например, там есть большие сети, та же Вита или Апрель, у которых и приложения занимают в апах, очень высокие строчки, и там обороты тоже, они колоссальные, и здесь как раз, ну, речь о том, что в небольшом городе или прям совсем в маленьком населенном пункте есть один магазин там Магниты и одна аптека Апрель, вот, и почему бы с этой аудиторией не работать посредством электронных сервисов, вот, тут в принципе очень все похоже на ритейл, у X5, у Магнита, у всех больших сервисов есть свои приложения, свои карты лояльности, аптеки идут абсолютно тем же путем, вот, когда-то, наверное, там все это, может быть, трансформируется и возможность заказа, да, на дом с доставкой курьером, пока мы это не сильно видим, не сильно верим, вот, что это прям большой процент займет, хотя бы сравнимый с продуктами, но, наверное, может быть. Ильдар, скажи, если посмотреть на текущий, да, там, трафик, я так понимаю, у вас там порядка 10 миллионов мало, да, не было ли мысли, ну, то есть увеличить категории, ниши, там, выйти куда-то за фарму, но, не знаю, в бьюти, там, и дальше, дальше, дальше. Ну, а постепенно работаем в этом направлении, то есть есть там, например, вот мы доработали каталог по линзам, наконец-то через нас можно искать линзы, но там есть специфика с аптечным сегментом, потому что аптеки, ну, не очень вообще любят эту категорию, это чаще всего специфический товар, который, если не выкупили, там его невозможно реализовать, вот, потому что они там все с разными диоптерами, разные, ну, в общем, специфический очень сегмент, вот, у нас сложно было сделать качественный каталог, ну, вот мы ориентировались, опять же, на больших игроков, на большие маркетплейсы, сейчас все это работает, и, в принципе, можно подключать оптики, например, вот, очень похожий смежный сегмент, дальше, там, ортопедия, например, тоже классный емкий сегмент, всем интересно, всем нужно, есть один огромный игрок, там, селлер, да, 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 селлер в этом сегменте, как бы, вот, вполне себе, как переговоры с ним, и тоже встать к нам, использовать эту аудиторию, окей, вот, но все это постепенно, это не то, чтобы прям приоритетная история, вот, мы верим, что есть еще куда расти непосредственно в фарм-сегменте, вот, поэтому параллельно все это делаем, вот. Ты говорил о том, что не очень веришь в быструю историю доставки до двери фарм-препаратов, какие сейчас остались законодательные барьеры для того, чтобы это начать реализовывать? Это реализовано для OTC-препаратов, то есть, для, без рецептурки, практически любую можно позицию, там, через нас заказать, либо через интернет-аптеку, либо через большие сервисы, там, у нас Здравсити и аптека подключены, и, конечно, там доставка, ну, растет очень постепенно, вот, ну, почему не растет через нас очень быстро, опять же, тут и положительная сторона, и отрицательная. 47 тысяч аптек – это практически, ну, как пункты выдачи заказов от зоны Wildberries в каждом доме, и, понятно, при таком количестве выбора, где забрать прямо сейчас или, там, ну, без необходимости, там, переплачивать за доставку, без необходимости ждать курьера в определенное время, вот, и готов пойти купить, там, и полечиться вот прямо сейчас из наличия. Кстати, сейчас прошу, прости, пожалуйста, не теряй мысль, вот, какая у вас целевая аудитория, потому что вот это вот «пойти и выйти», если взять, там, стандартную нашу пенсионерку, там, 75 лет, вот для нее «пойти и выйти», наверное, это такой уже полуквест, вот, и если у нее подключена, там, доставка, то, может быть, ей это удобно. Вот какой у вас сегмент, допустим, 75+, занимает в общем стоке? Ну, 75+, не подскажу, 65+, прямо растет, то есть, вот, растущий сегмент, как бы ни казалось. Ну, в общем, e-commerce занимает процентов 8, у вас, наверное, разом в два больше, нет? Не подскажу, прямо вот сколько в процентах, но он очень сильно прирос за последние два года, очень сильно. Ну, то есть, вот, возрастная аудитория, она диджитализируется, и тут, как бы, надо отдать должное всем госсервисам. Приучают, конечно. Приучают, да, да, да. Ну, плюс мы еще на телек вышли вот два года, собственно, телек, конечно, тоже прям ощутимый прирост аудитории, в том числе и возрастной, дает. Мы в целом, как бы, не очень прям сильно промеряем, кто наш покупатель. По факту, как бы, когда смотришь, там, по метрикам, это все. То есть, ну, зачастую понятно, что бывает, кто-то покупает для родственников, и там по продажам препаратов, тех же, там, например, кардиологических, каких-то специфических очень товаров, понятно, что пользователь с возрастом, там, 25-30, вряд ли он берет их себе. Скорее всего, это мама, бабушка, там, или какой-то престарелый родственник. Вот, поэтому мы не сильно очень сосредоточены на, кто наш покупатель, там, прям разброс от 25 до 75, реально, там, понятно, что 35-45 ядро, но это не прям колоссальное перераспределение в их сторону. Всех понемножку, и вот этот возрастной сегмент на два года растет. Вот последние четыре года, я, кстати, всем задаю, там, из фарма вопрос, последние, там, наверное, четыре года назад был очень большой хайп на тему подписки. То есть, каждая ниша, там, ряд интернет-магазинов, да, маркетплейсов старались думать о том, как вести для себя механику подписки, именно товарной подписки, не сервисной, а товарной для того, чтобы, ну, условно говоря, упорядочить финансовые потоки, сделать их регулярными и так далее. Вот, как бы, при первом приближении кажется, что цикличность, особенно у хроников, она, ну, наверное, должна быть, да, там, я не доктор, ты не доктор, но порассуждать мы можем. То есть, какая-то регулярность покупки одних и тех же препаратов. Думали ли вы над историей подписка и какие у нее есть плюсы и минусы в фарме? Ну, у нас есть, во-первых, там, календарь с напоминалкой, да, что нужно отметить, можно отметить в приложении, чтобы не забыть, там, принять или купить лекарства, вот. Это, как бы, на выбор юзера, вот. Как-то принудительно все это делать, пока задачи нет. Есть, ну, скажем так, рекламный инструмент коммерческого чисто типа, когда мы предлагаем по сегменту тех, кто уже купил препарат, напомнить, там, через определенное время пушами фармпроизводителя, что вот пора бы и купить новую упаковочку, потому что, скорее всего, закончилась предыдущая, вы курс не доприняли. Вот. Ну, на этом можно неплохо зарабатывать. В принципе, у нас получается. Прям вот такие какие-то подписки, что автоматически оно все списывается, бронируется, ну, к сожалению, наверное, сложновато именно для фармпрепаратов. Ну, потому что, ну, регулярность чаще всего с рецептуркой связана, а по рецептурке очень все зарегулировано, мы, как бы, здесь очень аккуратно относимся к любому, да, к любому вот вообще взаимодействию с РХ, и рекламных форматов практически нет, ну, я прям говорю, в стандартных рекламах их вообще нет, мы закон не нарушаем, там, какая-то приоритизация, именно продвижение карточек можно, но тоже очень-очень ограничено. У нас, в принципе, рецептурка, она и так очень хорошо через нас продается. Окей, тогда, ну, тоже, да, там, наверное, вопрос, который интересен нашим слушателям. И мне, ну, то есть фарма очень низкомаржинальная отрасль сама по себе, ну, то есть там всех говорят, что от 2 до 5, как правило, 3, ну, в лучшем случае 3,5, это маржинальность, как бы, бизнеса, и причем, как у крупных игроков, так, я знаю, несколько владельцев, там, небольших сетей, у которых по 300-400 аптек, в принципе, у них та же самая история, да, несмотря на то, что они уже, там, выработали достаточно эффективный инкубатор, внутри которого, там, практически все для организации, там, самой аптеки происходит, ну, прям, как пирожки, да, я не знаю, может быть, там, даже сфера быстрого питания может позавидовать, да, там, тем уже готовым openbox'ам и гайдам, которые есть у сетей аптечных. Вот, какой основной заработок площадки? Ну, то есть, вот, ты коммерческий директор. Ютеки? Что ты продаешь, да? Ну, у нас есть заработок, комиссия с аптек, по объему заказов, мы им приводим трафик, по сути, делаем за них продажи, пользователь приходит с готовым номером заказа, им просто нужно его отдать, вот. Ну, то есть, это комиссия? Да, мы берем комиссию, да, комиссию. И второе направление – это… Это реклама. Реклама, да, маркетинг. То есть, сейчас, ну, с политической обстановкой есть такая специфика, что мы продаем не только рекламу внутри сервиса, но и как бы помогаем с рекламой внешне, потому что в условиях санкций внутренних, причем для компаний, они вообще не могут рекламу давать никуда, ни ТВ, ни наружку, ни диджитал. И здесь как раз мы готовы с учетом опыта нашего маркетинга, с учетом нашего, ну, наверное, без лишней скромности скажу колоссального роста, мы знаем, где рекламироваться, мы знаем, что сделать, чтобы привести аудиторию которая купит, мы знаем, где достать аудиторию, которая там будет потом отражаться на каких-то бренд лифтах, селс лифта в целом, да, по сегменту и по… не только внутри ютеки, не только там внутри конкретной аптечных сетей. Вот, мы это знаем, у нас есть понимание и с учетом как раз вот этой политики мы еще и зарабатываем на, по сути, там, рекламных интеграциях вот таких. То есть, здесь уже немножко на сторону рекламного агентства уходим. Ну, то есть, такое второе направление, да, это подрядчик, который помогает компаниям. Ну, диверсификация сейчас, конечно, в любом, вернее, как любому бизнесу на определенном этапе она нужна, просто чтобы не заболачиваться, не застаиваться в одной нише. Чуть-чуть вернусь, наверное, в начало нашего диалога по поводу все-таки вот двух основных маркетплейсов. Все же нет ли там внутри понимания, что они могут начать прям таргетироваться в эту нишу, да. То есть, сейчас эксперимент с рецептуркой Белгород, Москва, Московская область подходит. Ну, вернее, он уже там запущен, уже должны быть его итоги, которые, по идее, должны развязать эту историю. Есть куча проблематик, понятно, до сих пор там с QR-подтверждением и прочее. Но я так понимаю, что там стандартно у фарм-ретейлеров у них... Что-то, по-моему, он не взлетел вообще. Ну, да. Вот. Крайне мало всего. Мало, да, но при этом без рецептурка это 90% продаж. Да, то есть, БАДы, парафарма, косметика, ну и так далее. Вот 80-90%. Вот нет ли как бы там каких-то историй, вот, то есть, да, там, может, сейчас кто-то слушает еще, кто к вам не подключен, и он выбирает, там, встать с карточкой на Озон или пойти к вам. Вот все же какие основные, там, два-три тезиса, да, там, скрепы, которые должны все-таки профильных игроков ввести на нишевом маркетплейс, а не в мультикатегории, где трафик не, там, 10 миллионов в месяц, а сотни миллионов в месяц. Ну, во-первых, у нас по рецептурке 45%. Ну, это у вас, да. Ну, то есть, это говорит о том, что действительно к нам люди приходят, чтобы лечиться, да, все-таки пока без, там, бьюти, бады, конечно, тоже очень сильно растут, вот, но пока у нас это не приоритетный сегмент, вот. По поводу больших маркетплейсов вообще есть ощущение полное, что места хватит всем. Ну, как бы, понятно, что количество аудитории не растет, но оно просто перетекает из оффлайна в онлайн. И e-com именно оптичного сегмента, ну, у нас, по-моему, по оценке DSM-а 13% занимает за прошлый год, там, в Европе это 40%. И, ну, по сути, места хватит всем. Понятно, что будет перераспределение, а есть, там, большие e-com игроки, которые сейчас чуть снижают темп, именно аптечные, да, вот. И, наверное, как раз эту долю заберут более сильные, ловкие, умелые, вот. И с опытом Амазона, Велбереса и Яндекс.Маркета, ну, пожалуйста. Ну, то есть, пожалуйста, забирайте, а для селлера и для аптечной сети, ну, вставайте везде, то есть, подключайтесь ко всем, это классная стратегия, там, в принципе, ценовая война на фармпрепараты, она очень ограничена, там, нельзя продать ниже, там, РРЦ той же, да, существенно ниже, вот. Подключайтесь, попробуйте, посмотрите на отчеты итоговые, ну, как бы, сравните. Такой вопрос почему-то в голову пришел, по поводу импортозамещения, да, вот ряд реагентов, да, производятся в Швейцарии, в Индии это практически более 50% всех компонентов, да, там, и Валар, и ряд других крупных производств, да, там, Катрен и так далее, их закупают. Вот, ведете ли вы себя аналитику, изменилось ли количество произведенных препаратов с использованием российских ингредиентов лабораторных, да, в сравнении с допандемийным периодом? Виден ли вот этот рост реального импортозамещения, неусловного, да, когда, там, аспирин написан по-русски вместо английского, да, а вот, ну, фактически? Ну, есть, да, есть тренд на то, что растут вот все дженериковые препараты российские, по сырью я, честно, ну, там очень сложно понять, в рамках одного фарм-производителя у него может быть, там, целая линейка продуктов по МНН, и, ну, мы не оцениваем, откуда привезено сырье, то есть, да, мы видим, что очень сильный тренд на рост, там, там, Реневал, Озон, Веллфарм, вот эти бренды, которые выпускают кучу препаратов особо не брендированных, там, ну, условно, тот же парацетамол, а бупрофен, ну, он не вот в этой бумажной упаковочке без коробки, там, за сколько сейчас, 30 рублей, а уже за 130, потому что на нем есть лого какого-то производителя довольно известного, он идет с рекламой, он идет больше, там, по выписке врачебной, например, и доверия аудитории к нему больше, и, конечно же, они стараются, там, пополнить аптечку, например, ну, вот только реневаловскими препаратами или только озоновскими, такой тренд присутствует, вот, конечно же, есть, там, крайне специфические препараты, которые тоже импортозаместились большими, там, отечественными гигантами, ну, например, тот же, там, не знаю, можно называть бренды, нет, известный препарат звездный для похудения, который, там, изначально предполагался для диабетиков, и, там, несколько брендов успешно его заменили, и сейчас, там, можно купить, там, у нас, как в меме говорится, у нас есть свой аземпик дома, вот, пожалуйста, покупайте, вот, ну, там, про этическую сторону, наверное, здесь опустим, потому что, ну, есть кто за, есть кто против, ну, в любом случае, лучше с врачом консультироваться, наверное, чем его покупать самостоятельно, ну, по продажам мы видим, и цена, там, в семь, что ли, раз ниже, чем у бренда оригинала, вот, плюс его еще и достать практически невозможно на оригинал, вот, поэтому, конечно, конечно, отечественная фарма растет, больше, больше продаются, хотя не всегда она, прямо, существенно дешевле, чем западные известные бренды. Ты сейчас вот сказал по поводу средств для похудения, и, опять же, да, там, скажи, а насколько хорошо работают, и вообще используете ли вы, или ты знаешь об успешном опыте использования, там, какими-то фарм-игроками, блогеров, инфлюенсеров, там, и так далее, насколько вот эти ребята пока залезли или не залезли в фарму? Ну, тут очень сильно зависит от комплайенсов конкретной фармкомпании, то есть кому-то это разрешено, и я видел... Нет, в принципе, это происходит, наверное. Я видел очень много интеграции, прям с жесткой рецептуркой, это чаще всего либо, там, средства для потенции, либо для похудения, и, ну, тут, наверное, я бы, конечно, блогеры, которые, не стесняясь, это продвигают, я бы, ну, отписался просто моментально от такой, от такого человека, и, понятно, что они там стараются нативно, что-то там в это, но... Как бы случайно, вечером, пересном. Ну да, но смотрится, это просто, у меня сразу и уважение, и интерес к этому человеку, как, там, к публичной персоне теряется, ну, потому что, мне кажется, это перебор рекламировать жесткую рецептурку, вот. Все остальное, ну, был опыт у российской фармы, да, там, ну, стандартный, хороший, проверенный, безрецептурный, когда они ходили к большим звездам. Там, честно, не могу сказать, что там прям что-то суперуспешное. Тут, наверное, просто имидж, знание, доверие, вот, какими-то такими показателями измеряется, потому что, ну, продажи блогеры для фармы вряд ли могут дать. Тут больше, больше бады, наверное, могут сработать. Ну, тоже очень сложно, очень сложно оценивать все это. Окей, ну, выходя на финишную прямую нашего подкаста, давай попробуем немножко повизионерства-фантазировать, так, в свободном полете. Если взять, допустим, 2050 год, да, вот как происходит фарм e.com? Прямо 50-й? Ну, вот, да, так вот далеко. Слушай, ну, мне, кстати, очень понравилась идея про такую глобальную интеграцию. Я вот за все эти электронные паспорта, Face ID и так далее. Пусть большой брат все видит и все про меня знает. Пусть он сканирует там мое здоровье. Я готов проходить регулярные диспансеризации и чекапы. И если мне электронно сформируют, там, не знаю, на уровне гена, например, что вот в какой-то момент у меня может случиться какая-то болячка, да, я готов, там, чтобы мне по подписке, там, не знаю, Минздрав или, там, какой-то конкретный большой игрок составил список продуктов, там, препаратов, да, которые мне нужно принимать. И вот они у меня будут где-нибудь в личном кабинете. Я все это оформляю, там, через госуслуги или, там, через приложение банка у меня все списывается, мне все это доставляют, вот, либо я в аптеке тоже забираю, ну, потому что каменная розница к 50-му точно не исчезнет. Вот, пожалуйста, welcome. Ну, пусть все это будет быстро, электронно, качественно и с целью, чтобы заботиться и помогать мне там прожить дольше и качественнее. Окей, ну, тогда вернемся назад в 2025-й всего, лишь год. Какая стратегия, ну, во-первых, какой интервал стратегии у UTEC-я и можешь ли ты сказать какие-то стратегические основные цели, там, на 2025-й или, там, дальше, если вы делали стратегию года? Ну, пока они все очень поступательные, то есть мы, вот, как я уже ранее озвучил, немного расширяем модель Marketplace, как раз больше будет в сторону именно доставки. Ну, пока это вот такой тестовый, скажем так, запуск, потому что, ну, доставка специфическая история. Ты правильно сказал, очень важно сохранять маржу. Мы хотим продолжать быть прибыльными, вот. И мы очень-очень аккуратно подходим, мы считаем деньги. Пока растут обороты, пока хорошо продаются рекламные форматы, пока есть политические все факторы, что бренды не могут сами рекламироваться, ну, мы растем активно, вот. Тут больше такая поступательная стратегия. Нет, я не знаю, там, первые на рынке в каждом десятом телефоне. Есть какая-то такая OCR-задача, которая, ну, там, поднята на флаг? Прямо вот таких супер-супер задач нет. Мы, в принципе, растем вот сейчас, прям последние два года быстрее, чем планировали, там, два-три года назад. И на следующий год, если мы поймем, что мы действительно продолжаем такой активный рост, там, просто бум, вот. Если никаких ограничений, наверное, да, мы там перейдем к чему-то суперамбициозному. Пока решение чисто коммерческое желание. Пока, да, у нас все очень неплохо. Мы довольны, инвесторы довольны, мы прибыльные, мы маржинальные, вот. И здесь, ну, что для аптечного сегмента очень важно. Мы, там, не балуемся какими-то большими промокодами на установку и на первый заказ. У нас есть рефералка очень, с очень скромным бонусом, там, в виде 150, по-моему, сейчас рублей, может быть, до 100 уже снизили. Это очень, там, для первого заказа немного считается. Вот. Мы не разбрасываемся деньгами, но при этом продолжаем расти, ну, потому что мы классно сделали приложение. Мы даем огромное количество предложения на рынке и помогаем людям найти вот то, что им сейчас нужно, и то, что им может помочь, при этом сэкономить. Окей. Ну, и мой заключительный вопрос, который я задаю каждому гостю. Вот ты сказал, твой карьерный трек «13 лет в фарме, около фарма». Вот если взять и попытаться, там, ретроспективно в него посмотреть, есть ли что-то, что сейчас бы ты уже со своим опытом сделал по-другому? Ну, если это есть, то что это? Ну, в своем карьерном треке, наверное, есть и положительные стороны, и отрицательные. Ну, может быть, я был бы чуть порасторопнее, там, в какие-то моменты и обратил в сторону E-com, потому что действительно очень перспективное растущее направление. Вот. Казалось, там, пять лет назад, что продаж, там, практически нет. Есть, там, как я сказал, один-два больших игрока, и все остальное не очень интересно. Как выяснилось, интересно. Как выяснилось, по, опять же, большим маркетплейсам очень перспективный сегмент, и, ну, там были идеи, куда пойти это развивать, и вот, наверное, ну, так случилось, что мы совпали с UTEC, и случился этот матч. Сейчас, как бы, я очень доволен. Мне нравится компания, мне нравится сервис. Спасибо, Ильдар. На самом деле, скоро у меня будет готовая статистика, но могу сейчас сказать, что практически каждый второй гость говорит о том, что он быстрее бы начал реализацию в E-com. Ну, то есть, вот это ощущение не то, что техногенных революций, а просто таких резких рывков в изменении парадигмы, там, каналы продаж, конечно, ее сложно заранее там прочувствовать, пока она чуть-чуть не уже затвердеет и обретет форму, а когда это происходит, то ты уже априори чуть-чуть подотстал. Спасибо тебе большое за интересный диалог. Напомню, что сегодня мы провели этот час вместе с Ильдаром Галеевым, коммерческим директором компании UTEC. Для вас мы подробно разобрали структуру работы маркетплейса, конкретной UTEC, а также, как, в принципе, устроен E-com в фарме, поговорили о его перспективах. На мой взгляд, всесторонне рассмотрели возможности и риски, и угрозы со стороны классического рынка E-com. Поэтому спасибо за то, что послушали нас. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, и до новых встреч в новых эпизодах.